Всем привет! И в этом видео я хочу с вами поговорить о пустых баночках. Их накопилось уже очень много и нет уже сил, терпения просто их держать у себя. Не люблю захламлять пространство, так что поехали! Начну с лица, так как у меня закончилось несколько продуктов для лица. В частности, вот это вот средство для умывания. Я его уже показывала в покупках и говорила о нем, но повторюсь вкратце. Это средство неплохое от Щакобоцу, в общем у меня с яблоком и зеленым чаем. Оно, конечно, не очень хорошо подходит для смывания косметики, так как даже обычную тушь, это средство с одного мытья, можно так сказать, с одного применения. Получается, размазывает и превращает вас в панду. Но это средство, как заявлено здесь, должно мотировать кожу, должно как-то препятствовать сальному выделению. Еще здесь заявлено, что это Acne Solutions, в общем, я так понимаю, и борьба с прыщами. Я не знаю, делает эта умывалка что-то из заявленного, но на себе я заметила эффект мотирования кожи. Ненадолгий, конечно, срок, где-то максимум, наверное, 6 часов. Но мне нравился вот этот эффект мотирования именно летом, потому что, когда умываешься этой умывалкой, получается лицо такое матовое. Матовое, именно матовое. И когда я первый раз попробовала это средство, я просто была в шоке. Мне показалось, что она высушит мне лицо, и я очень этого боялась. Но каково было мое удивление, что эта умывалка ни в коем случае ни разу не высушила мое лицо, абсолютно ни разу. Мое лицо было также мягким, каким-то даже увлажненным, что ли, но нисколечки не пересушенным и при этом матовым. Могу посоветовать, хочу попробовать какие-то другие, там есть запахи, вкусы, как это назвать. Но я у нас не находила, именно в магазине ОК я покупала эту умывалку, и не находила именно в ОК какие-то другие вкусы. Но с яблоком у нас достаточно много их, и в принципе, так как я уже попробовала с яблоком, я больше не хочу ее пробовать. Может быть, в следующий раз, летом, и то может быть. Потому что у нас очень всего много нового выходит. Также у меня закончились две глиняные маски. Я их покупала уже очень давно. Они очень экономичные, идут в порошке. Эти маски, они не готовы, их нужно готовить. На них нужно потратить какое-то время. Но я как-то, знаете, приловчилась. У меня специальная емкость, в которой я разводила эти порошки. И ложка уже была готова в ванной. Когда я насыпаю порошок на глаз, либо мерной ложкой, я, получается, быстро добавляю горячей воды из-под крана. И получается, что маска, в принципе, уже готова. Так что я не затрачиваю много времени, как я это делала раньше. Я специально кипятила воду. Я специально ходила на кухню за ложкой. Брала ложку. Отмеряла, сколько мне нужно, допустим, глиняной маски этой. Потом шла за водой, опять же, на кухню. В общем, очень много было телодвижений всяких. И советую вам тоже иметь какую-то емкость, маленькую мисочку какую-нибудь. И также там хранить ложку, для того, чтобы можно было это сделать сразу, на месте, никуда, нигде, ничего не ходить. Потому что это очень удобно. У меня была, допустим, вот голубая глина и розовая глина. Розовая, как заявлено, она немножко увлажняющая, да, очищала кожу и увлажняла ее. Действительно, это было так, вот розовую глину, вот такую, я советую на зиму. Очень хорошо на зиму. Для сухой кожи, конечно, я вообще не советую вот такие вот маски глиняные, потому что они все равно подсушивают кожу. Вам лучше что-то такое действительно более-менее щадящее и увлажняющее покупать. Но для тех, у кого жирная кожа, комбинированная кожа, нормальная кожа, я могу очень даже посоветовать эти маски, потому что они бюджетные, на них также, как я уже сказала, не особо можно затрачивать много времени для приготовления. И, в принципе, они довольно-таки хорошо очищают кожу, довольно-таки хорошо поддерживают ее в нормальном состоянии. Я, в принципе, только такими масками сейчас и пользуюсь, потому что другого даже мне и не нужно. Ну, а уход для лица у меня был простой. Это у меня крем от Олеси Мустаевой под номером 1. И я его допользовала с удовольствием. Он идет для проблемной, склонной к высыпаниям кожи. Этот крем успокаивает и смягчает раздражение. Я довольна этим кремом. Я его брала, в принципе, на летний период. Но летом, честно вам скажу, даже если я чуть-чуть наносила его на лицо, он немножко жирнил мою кожу. Как-то раньше я очень даже комплексовала по этому поводу, что у меня жирная кожа сейчас, как мы знаем, вошла в моду жирная кожа, так сказать. Ну, в общем, эффект стробинга, да, или как это называется. И, честно вам скажу, мне этот крем понравился больше, чем все остальные, которые я вообще когда-либо в жизни пробовала. Потому что у меня таких кремов не было. Как мы все знаем, крема от Элиси Мустаева у нас идут более-менее натуральные. Не знаю, некоторые говорят, что не очень нравится эта косметика, что она не очень натуральная. У каждого свое мнение. Мне понравилась эта косметика. Я, когда наносила этот крем на ночь, просто тестировала его. Я на следующее утро, я проснулась, кожа у меня оказалась вроде бы сухой, да, в плане ощущений. Я не чувствовала что-то на лице. С обычными какими-то кремами, да, особенно маслами, ты просыпаешься, у тебя кожа увлажненная, напитанная. И излишки какие-то остаются все равно на коже, если они не остались на подушке, конечно, до этого. С этим кремом такого нет. Кажется, что кожа все впитала в себя и на лице ничего не осталось. Из-за этого кажется, что нужно еще нанести крем. Когда я умылась, я поняла, что крем у меня в принципе есть на лице, потому что некая пленочка немножко смывалась, конечно. Это мизерная пленочка по сравнению с теми кремами, опять же, которыми я пользовалась до этого. За счет этого я поняла, что крем очень натуральный, очень щадящий. Он не имеет каких-то силиконов, которые могут забивать поры, которые могут вредить вашей коже. Также я закончила масло от L'Oreal, роскоши питания для лица. Я в восторге от этого масла, была изначально. И сейчас вот по окончанию это масло вообще вот просто у него такой эффект. Я просыпаюсь с очень ухоженной, мягкой, бархатистой кожей. Мне это так нравится, девочки. Я советую от всей души попробовать это масло. Честно вам скажу, я хотела купить еще одну баночку, но сдержала себя, потому что я чувствую, что кожа все равно привыкает. Опять же, советую для жирной кожи, но оно такое немножко суховатое масло, я думаю, подойдет и для сухой кожи, потому что его можно будет для сухой кожи использовать также и на день, и на вечер, и на ночь. Если вы только любите такие масляные текстуры или как-то относитесь к ним нейтрально. Также у меня еще закончились вот такие бочонки. Это бальзамы, как они там, смягчающие средства вот для всех областей на теле, в общем сухих. У меня закончились вот три бочонка. Был у меня с смородиной один, потом с миндалем один и с вишней один. Честно вам скажу, я очень любила вишню и смородину, потому что запахи у них просто бомбезные. Свойства, конечно, у них тоже офигенские, но один минус присутствует, так как неудобный бутылек. Если бы он был, наверное, такой плоский, как у Невеи, было бы очень-очень даже чудесно, потому что средства очень хорошие. Но чисто вот из-за этой баночки я и не заказываю больше, потому что мне не очень удобно, допустим, баночка. Ну и также у меня еще закончились две зубные пасты, опять же сплат. И нечего тут больше сказать, в общем, лечебные травы это наша любимица. И еще закончилась у меня от Blender Matte Pro Expert. Это миниатюрка, она шла с какой-то пастой, по-моему, либо с зубной щеткой, я уже точно не помню. Здесь 15 мл, такой вот походный вариант. Но само средство мне не очень понравилось, потому что, в принципе, я ощущала, что здесь есть какая-то сода. Потому что какие-то крупинки, когда ты чистишь зубы, остаются на зубах, и они вот этот скрежут. И, в общем, то же самое ощущение, когда ты чистишь зубы с содой. В общем, честно, не впечатлила она меня. И покупать я полноразмерную точно не буду. И отбеливать она мне ничего не отбеливала. И полость рта у меня дольше чистой не оставалась. Вот со сплат у меня полость рта остается вот до вечера, это точно чистой. Даже до следующего утра, если я вечером, бывает, там, забуду почистить зубы, там, могу уснуть просто с ноутбуком рядом. Поэтому, как бы, утром я встаю, и зубы у меня чистые. Ну, еще закончился шампунь Пантин. В общем, я уже о нем говорила, что он мне не подошел, что он вызвал перхоти у меня и у молодого человека. Мыла им кисти, домывала, вернее, им кисти. Иногда использовала в качестве первого раза для помывки головы, а потом уже другой наносила, нормальный шампунь. Так тоже было неплохо. Но, честно, сам вот эффект от шампуня, он мне волосы очень сушил. Вот эта область, она была так пересушена. За счет этого, в принципе, появляется перхоть. Мне лично не понравилось. Вы смотрите, как вам. Если вам нравится, то я за вас рада. Ну, еще закончилось у меня мыло от Johnson's. Это было у меня мыло с ароматом Natural Calm написано. В общем, это то же самое мыло, как и масло для тела, которое нужно наносить перед сном. Также закончился скраб от Juicy Skin или Juicy Skin. В общем, не знаю, как это правильно произносится. Это была антицеллюлитная плитка у меня, скраб мыла. Эта плитка очень нравилась. И я не знаю, буду, конечно, покупать еще или нет, потому что я делаю домашний скраб. Но, если вы любите готовое все, то, честно, советую вам, потому что здесь имеется также соль. Была кофейная крошка. И за счет вот этого вот эффекта соли, который в тонусе, да, держит вашу кожу при скрабировании и после скрабирования, кофейная крошка, она, соответственно, очень хорошо скрабировала кожу. В общем, я, честно, в восторге от этого скраба. Но такой же, в принципе, я делаю домашний. Просто этот удобный, в удобном формате таком, да, в качестве плитки. Также у меня для тела еще закончилось масло. Это масло у меня было с ромашкой. Я просто в восторге от этих масел. Я уже перепробовала все запахи, которые только есть, все варианты, которые только существуют в Johnson's, именно в маслах. Я в восторге, но больше всего мне понравилась классическая версия. И вот эта вот, которая я сейчас пользуюсь, успокаивающая перед сном, так сказать. Так, ну и закончилось у меня очень-очень много парфюмов, потому что они, в принципе, такие, не очень были стойкие. Но я их любила за счет того, что у них очень приятные запахи. Закончились две туалетные воды у меня от Little White Dress. Одна и вторая у меня от Little Gold Dress. Я их очень обожала. Эту использовала летом. Little White Dress я очень давно хотела, приобрела, попробовала и пользовалась летом каждый день. Хотя моему молодому человеку не очень понравился этот запах. Как-то он, ему казался какой-то пластмассовый. Я не знаю, как это. Хотя запах немножко, наверное, кожи какой-то. Либо вот что-то, когда кожу потрешь, вот такой вот запах немножко присутствовал. И мне он очень нравился. Честно, я попробовала, вот у меня было большое желание попробовать эту водичку. Я ее попробовала и как-то вот утихомирилась, успокоилась. И все, как-то больше приобретать мне не хочется. Но если вдруг увижу, хотя бы в спреях, либо по каким-то акциям, может быть, даже еще и приобрету. Но еще меня как-то останавливает то, что она не очень стойкая. Также Little Gold Dress мне очень понравилась. Потому что я ею пользовалась тоже ближе к осени. И она такая вот действительно золотистая, осенняя. Но в то же время и летняя какая-то легкая. Потому что в ней примесь каких-то цитрусовых. Вот за счет этого она кажется такой легкой. Это не тяжелый вариант. Как мне казалось до этого, что это какой-то взрослый такой парфюм. Ну и еще у меня закончился Armand Bassi in Blue. Я уже давным-давно заказывала этот аромат молодому человеку в подарок. И вот только сейчас этот подарок закончился. Честно, он у меня уже вот здесь. Я не знаю, как молодой человек им пользовался. Может быть, просто уже как бы, ну, есть и есть, пользуюсь и пользуюсь. Наверное, так. Потому что меня он просто задолбал, честно. Вот этот запах древесных нот. Раньше как-то я нейтрально к ним относилась, к этим запахам. Но сейчас вот просто не переношу. Наверное, я уже говорила из-за чего. Из-за того, что этот запах практически у всех. Особенно вот у мужчин, которые, ну, повзрослее я имею в виду. Он у всех, во всех парфюмах он мужских присутствует. Ну, практически во всех. Поэтому мне не нравится вот этот аромат. Ну, вот не знаю, не мое. Вот это... Я понимаю, что не я им пользуюсь, но мне его нюхать. Так, и еще у меня закончилась моя любимая туалетная вода от Avon Eternal Magic в таком розовом варианте. Я ее очень любила, обожала просто. Но она такая легкая. Я ее любила весной пользоваться. Она немножко такая с клубничными нотами, что ли. Вот компотик. Действительно такой компотик. Мне нравилось ее пользоваться. Сейчас просто приостановила вот пользование тех ароматов, которые использовала раньше. Потому что уже надоедает очень. Я не знаю, как-то... Раньше у меня такого не было. Я могла пользоваться одним, я не знаю, лет пять. Я как-то... У меня постоянство было намного стабильнее, да. Сейчас такого нет. Мне хочется и то, и это, и... Короче, испортилась я с ютубом. Так, ну и последнее, что у меня закончилось, это... Смывка для ногтей. Ацетон, в общем, по-нашему. Жидкость для ногтей, как хотите, называйте это. В общем, это обычный ацетон. Написано, что он увлажняет с экстрактом липта и алоэ. В общем, я, в принципе, этого ничего не заметила. Фирма вот эта вот Фито. Я знаю, многие ее хвалят. Но, в принципе, это тот же самый ноготок, который, вот, я не знаю, продается он в России или нет. Я не видела. Но вот у нас в Украине он распространен. И, честно, вот эта вот Фито очень на него похожа. Я не вижу разницы и не вижу смысла, в принципе, покупать что-то дорогое. Потому что я смыла и забыла. Потом я увлажняю кутикулу, потом я ее обрабатываю. Да, и, в общем, как бы, ну, не имеет смысла. Мне нужно именно только смыть, и чтобы качественно смыть. Качественно смывает, хорошо. Запах, конечно, вонючий, как и все. Да, еще закончилось средство для рук. В принципе, это вообще детский крем с молоком 3 в 1. Ежедневное увлажнение для лица, тела и рук. Я знаю, что некоторые девочки использовали его для лица. Не знаю, конечно. Я, в принципе, раньше тоже использовала для лица детский крем. Но это было очень давно. Но это было, когда я еще была девочкой, так сказать. Да, я не пользовалась вообще никакой косметикой. Но если ты уже девушка, да, я считаю, уже ближе к женщине. Я лично считаю, что ни один детский крем тебя уже не спасет. Должна пользоваться именно тем, что тебе подходит по возрасту. Поэтому я, в принципе, использовала этот крем для рук. И мне для рук он очень понравился. Он имел такой приятный аромат. Это, во-первых, мне это очень нравится в кремах. В общем, я довольна была этим кремом. И могу его посоветовать также для деток. Потому что это детский крем. Он у меня не вызвал никаких негативных эмоций. Потому что это обычный крем с приятным запахом. Хорошо увлажнял. И знаете что? Он не силиконистый. Он не оставлял вот кучу силикона на руках, когда ты идешь руки смывать все-таки, да, мыть. То не было вот этой тоже жирной пленки, которая смывается. Пленочка смывалась, конечно, но тоже такая минимальная. И мне он, в принципе, за счет этого и нравился. Потому что я, насколько знаю, не очень натуральная эта косметика Johnson's Baby. Но этот крем довольно-таки неплохой. Для деток, которым можно попку помазать, ножки помазать. Даже тельце можно этим кремом помазать. В принципе, советую. Я все успела снять. У меня садится камера. В общем, спасибо за внимание. Спасибо за то, что посмотрели на мои пустые баночки, которые у меня накопились. И это еще не все. Половину я оставила. Буду снимать в следующий раз. Это все просто невозможно показать в одном видео. А сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, увидимся в следующих видео. И всем пока. До новых встреч.